Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании Илья Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Удобство и комфорт. В Заречном после ремонта открылся новый зал налоговой инспекции. Ставятся новые сервера, ставятся новые программные продукты. Это влияет очень серьезно на качество работы всей налоговой инспекции, а в итоге и на отношение жителей к уплате налогов. Летучий корабль готовится к полету. Свой вклад в одноименный благотворительный марафон внесли воспитанники детского сада «Ручеек». Я принес мишку, чтобы другие дети не болели. 103.3 FM, твое родное радио. 13 февраля сотрудники единственной радиостанции Заречного отметят профессиональный праздник – Всемирный день радио. Дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний разговор в студии Оксаны Кондрашова, Максим Палатов и еще одна наша гостья. И теперь об этих и других новостях подробнее. На производственном объединении «Старт» состоялся управляющий совет по проекту комплексной оптимизации производства предприятий атомной отрасли, в котором приняли участие топ-менеджмент госкорпорации «Росатом», а также директора предприятий в контуре развертывания производственной системы «Росатом». Впервые совет прошел на территории градообразующего предприятия «Заречного». В 2015 году производственное объединение «Старт» находилось в десятке так называемых предприятий-кандидатов, которые были выбраны для масштабного внедрения и развития на них производственной системы. Высокая вовлеченность руководства и работников, грамотная и четкая реализация проектов и успех в достижении бизнес-целей позволили предприятию получить статус лидера производственной системы «Росатом». Это предполагает отдельный пакет привилегий, включающий приезды бизнес-тренера на предприятия, возможность поездок работников для обмена опытом на зарубежные и российские передовые предприятия, семейные путевки, сертификаты на обучение в корпоративной академии «Росатома» и многое другое. В ходе визита члены управляющего совета посетили производственные площадки завода и обсудили ключевые аспекты развития производственной системы «Росатома», после чего состоялось пленарное заседание под руководством генерального директора госкорпорации Сергея Киренко. Подводя итоги заседания, руководитель «Росатома» отметил, стратегия перехода от пилотных участков на множестве предприятий к созданию десяти образцовых предприятий по внедрению производственной системы полностью себя оправдала. В частности, на всех участках Зареченского старта есть полное понимание ситуации, каждая группа добилась впечатляющих результатов. Все цели перевыполнены с большим запасом. Видно, что есть реальные изменения в вовлеченности людей. Они поверили в свои силы, инструменты и технологии. Люди видят, что и зарплата растет, и сама организация труда становится более удобной и комфортной, подчеркнул Сергей Кириенко. И к другим новостям. Обновленный зал для налогоплательщиков Заречного открылся 12 февраля. Несколько месяцев в здании налоговой инспекции велся ремонт, и горожане вынуждены были терпеть определенные неудобства. Теперь для посетителей созданы все условия для спокойного и вдумчивого оформления налоговых документов. Убедилась Елена Степкина. В налоговой инспекции Заречного открылся обновленный зал для посетителей. Горожане, представители управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области и мэр Заречного уже оценили удобство помещения. Холл второго этажа теперь разделен на три зоны. Операционный зал, территория ожидания и помещение, где жители города могут ознакомиться с информацией по заполнению документов. Здесь же можно составить и распечатать декларацию. Для налогоплательщиков установлены компьютеры, предоставлен выход в интернет. Как вам вновь обновленное помещение? Ну, очень удобно. Теперь вам в налоговую приятно будет приходить? Как-то просторнее, наверное, стало. Посмотрим, сколько людей будет вечером. А так, ну, ничего особо, все нарядные, все красиво. Дизайн зала выполнен в стиле, утвержденном Федеральной налоговой службой России. Такие цвета используются при оформлении помещений во всех инспекциях. Разрабатывая проект зала для посетителей, специалисты налоговой инспекции и дизайнеры старались сделать все, чтобы горожанам было удобно и работать с документами, и взаимодействовать со специалистами службы. Однозначно пятерку, потому что расширено помещение, да, помещение стало гораздо больше, оно просторное, светлое. Ну, до этого, когда мы бывали в инспекции, видели, что оно было как более такое тесное. Поднимались по не очень удобной, комфортной такой хорошей лестнице, да. Сейчас же все совершенно все по-другому. Мы даже не ожидали, насколько хорошо. Поэтому, конечно, пятерка. В зале ожидания установлены удобные диваны. Здесь же есть и большой экран, на котором транслируются информационные видеоролики. В них рассказывается, например, о правилах работы в личном кабинете налогоплательщика, порядке получения неквалифицированной электронной цифровой подписи. На текущий момент это, наверное, лучшее помещение для приема налогоплательщиков в области. Потому что это я видел, я есть с чем сравнивать. Я надеюсь, что самое главное, это даст возможность максимального комфорта для наших граждан, которые могут прийти, получить все необходимые ответы на интересующие вопросы, консультации, заполнить декларации, сдать отчетность и так далее и тому подобное. Мы именно это все делали для них. Это влияет на эмоциональность, это влияет на отношения человека, который, даже если он с плохими чувствами пришел сюда, да, с плохим настроением, все равно это создает другую ауру. И это правильно. И, ну, для меня, на самом деле, здесь более важно то, что вот современные системы управления, системы, которые внедряются, ставятся новые сервера, ставятся новые программы, продукты. Это влияет очень серьезно на качество работы всей налоговой инспекции, а в итоге и на отношение жителей к уплате налогов. Я очень рад за город, потому что вот еще один шаг вперед сделан. Работы по оформлению нового зала для посетителей шли несколько месяцев. Завершили их как раз вовремя. В настоящее время идет декларационная кампания, и посетители здесь есть каждый день. Их голоса звучат из всех радиоприемников города. Они рассказывают нам о новостях и радуют хорошей музыкой. Но мало кто видел их в лицо. Они – команда радиозаречной. Сотрудники единственной радиостанции закрытого города 13 февраля отметят свой профессиональный праздник – Всемирный день радио. Что происходит по ту сторону эфира, узнала Ксения Тризна. Фото на память с ведущими радиозаречной после эфира – такова традиция. Ученицы лицея номер 230 Валерия Курносова и Валерия Воробьева в радиостудии впервые. Их, как финалисток молодежной бизнес-игры «Я предприниматель» пригласили принять участие в программе «Утренний гость». Все понравилось, эмоций много, впечатлений тоже масса от эфира. Сначала как-то волновался, потом нормально все. Яркие впечатления и эмоции от каждого выхода в эфир получают и сами сотрудники родного радио. Здесь каждый день не похож на предыдущий. Новое утро приносит новые события и встречи, рассказывают ведущие. Дорогие друзья, мы продолжаем наш утренний разговор в студии Оксаны Кондрашова, Максим Палатов и еще одна наша гостья. Работа в прямом эфире – это особый драйв. Никаких пауз и заминок здесь быть не должно, даже если происходит что-то непредвиденное. У ведущих и операторов эфира есть целая система условных знаков и жестов, чтобы незаметно для слушателей договариваться и корректировать ход передачи. Но понять друг друга получается не всегда. Тогда происходят курьезные случаи. Шла программа, час с мэром, и мне показывают вот такие упруговые движения. Я понимаю, что нужно закругляться, быстрее, быстрее заканчиваться. А этот жест, оказывается, сначала продолжай говорить дальше, продолжай говорить дальше. В итоге ситуацию удалось исправить и продолжить передачу. Находчивость и умение быстро решать проблемы – одни из самых важных профессиональных качеств радиоведущих. Ведь даже если сценарий прописан до мелочей, при общении с людьми всегда что-то может пойти не так, как задумано. Но сотрудники радио «Заречный» другой работы себе не желают и продолжают регулярно выходить в эфир на волне 103 и 3 FM. Мы общаемся с нашими слушателями с помощью наших средств связи в прямом эфире. Слышим в ответ слова благодарности за нашу работу. То есть выполняем музыкальные заявки, озвучиваем приеты и поздравления. Сами заряжаемся позитивом. И, конечно же, заряжаем всех слушателей родного радио. 13 февраля вся планета отметит Всемирный день радио. В канун профессионального праздника сотрудники родного радио принимали поздравления от горожан. Процветания слушателей, новых эфиров, гостей. Всего самого лучшего, что можно пожелать. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим коллегам бездонного моря идей и постоянного позитива. Ксения Тризна, Сергей Путинцев и вся телерадиокомпания «Заречный». Накануне Всемирного дня радио мы встретимся в студии с диджеем радио «Заречный» Максимом Палатовым. Интервью с нашим коллегой сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Через месяц, 13 марта, в «Заречном» состоится День благотворительности, главным событием которого станет спектакль «Летучий корабль». Одноименный марафон добрых дел поддержали учащиеся 222-й школы. Здесь провели беспроигрышную лотерею «Время дарить сердца», рассказывает Наталья Гелистратова. Приобрел билет, получил подарок. К благотворительной лотерее в 222-й школе готовились две недели. Учащиеся приносили из дома ненужные игрушки, книжки и сувениры. Затем старшеклассники распечатали билетики по количеству лотов розыгрыша. За участие в беспроигрышной лотерее нужно было заплатить символическую плату – 10 рублей. В обиде не остался никто. Хочется отметить, что в нашей школе эта акция, называется «Добрые сердца», проводится на протяжении уже многих лет. И эти деньги в этом году у нас все пойдут на благотворительность. То есть мы участвуем как в городской акции. Кроме того, в нашей школе есть палат «Добрые сердца», где мы с этой палатой постоянно ездим в детские дома, принимаем участие в различных акциях, помогаем престарелым. Первый лот беспроигрышной лотереи выиграл третиклассник Илья Сардов. Я решил получать участие в акции, потому что мне понравилось, и это не так дорого стоит. И эти деньги идут на помощь больным детям. Сколько билетов ты купил? Четыре. В рамках беспроигрышной лотереи учащиеся 222-й школы продали 200 билетов. А это значит, что ребята выручили 2000 рублей на лечение тяжелобольных детей Заречного. Но всего в школьной благотворительной акции «Время дарит сердца», которая была организована в рамках городского проекта «Летучий корабль», собрано гораздо больше денег. Многие ребята и их родители просто опускали купюры в банку добра. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». К общегородскому благотворительному проекту «Летучий корабль» подключаются не только школы, но и детские сады. Воспитанники ручейка детсада номер 5 провели благотворительную ярмарку в помощь тяжелобольным детям. Ради здоровья своих ровесников малыши смогли расстаться даже со своими любимыми игрушками, рассказывает Наталья Елистратова. Для Севы Сергоцкого слова «помощь» и «благотворительность» – не пустые звуки. Детсадовец знает, что делать добро – это хорошо. Поэтому Сева с мамой решили принять участие в благотворительной ярмарке в рамках городского проекта «Летучий корабль». Они напекли кексов и связали вот такого симпатичного медвежонка. Я принес своего любимого мишку. Не жалко расставаться? Нет. Я принес мишку, чтобы другие дети не болели. Конечно, для такой цели не жалко и с любимой игрушкой расстаться. Практически все, что принесли воспитанники пятого детского сада на благотворительную ярмарку, было сделано с душой своими руками. Я принесла мыло. Какое мыло? Зацветное. А с кем ты его делала? С мамой. Связала наша бабушка, да? Вот. То есть связала она для того, чтобы больным детям оказать помощь посильную. Чтобы они не болели, да? Воспитанники каждой группы детского сада номер пять приняли участие в благотворительной акции. Домашние соленья, выпечка, детские книжки, игрушки и много всяких разностей. Товары на ярмарку несли активно и очень дружно. Выставили мы баночку добра, выставили информацию, родителям все объяснили. И, в общем, приходя за детьми вечером, в эту баночку добра они денежки складывали. При лавке благотворительной ярмарки пустили довольно быстро. Торговля шла активно. Банки добра становились все тяжелее и тяжелее. Я считаю, что, в принципе, наверное, это очень хорошее дело, потому что мы и сами творим добро, и своих детей учим относиться к людям хорошо, делать добро. Благотворительная ярмарка в детском саду номер пять была организована в рамках городского проекта «Летучий корабль». Все денежные средства, вырученные в ходе акции, будут переданы на лечение тяжелобольных детей. Сейчас в дорогостоящем лечении нуждаются пять зареченских малышей. Один из самых простых способов оказать помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями – СМС-пожертвование. Для того, чтобы сделать взнос, достаточно просто отправить слово «добрый вклад» на короткий номер 7522 и через пробел указать сумму. Наталья Иллистратова, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» решили выяснить, какие отечественные фильмы горожане считают наиболее интересными и подходящими для просмотра в кругу семьи. Предпочтения зареченцев будут учтены при планировании праздничных мероприятий ко дню города. Напомню, 2016 год в России объявлен годом кино, а это значит, что по всей стране пройдут десятки, сотни различных мероприятий, посвященных российскому кинематографу, в том числе состоятся день и ночь отечественного кино с бесплатными показами. Какими будут эти мероприятия в «Заречном» зависит от жителей города. На портале городзеп.инфо мы хотим опросить всех зареченцев, которые к нам зайдут, которые выразят желание поучаствовать, какие фильмы наши отечественные, советские или российские они рекомендуют для просмотра в кругу семьи. Для того, чтобы поучаствовать в этом опросе, надо зайти на портал городзеп.инфо, нажать на красненький баннер, который находится в центре экрана, и в комментарии к этой новости написать свой вариант. Не обязательно останавливаться на одном фильме, можно несколько фильмов написать, можно объяснить, почему, можно без объяснения причины, почему вам нравится тот или иной фильм, та или иная лента. Ну вот призываем всех поучаствовать в опросе, чтобы понять, какие же фильмы смотрят зареченцы, помнят и любят наши горожане. И о спорте. Девятилетние хоккеисты из Пензенской, Саратовской и Липецкой областей вышли на лед спортивно-культурного комплекса «Союз», чтобы побороться за награды межрегионального турнира по хоккею с шайбой. Уже в первом матче соревнований, посвященных Дню Защитника Отечества, мальчишки доказали, что трус не играет в хоккей. Первую игру открытого межрегионального турнира по хоккею с шайбой среди детей 2007 года рождения зареченская команда «Атом» провела саратовским кристаллом. Соперники первый раз скрестили клюшки на льду. Можно сказать, вышли играть вслепую. Не зная противника, очень трудно ориентироваться на площадке, поэтому нелегко пришлось игрокам обеих команд. Волнуются и хотят победить. Я думаю, что мы хотим победить с этих гостей. Те хотят победить. Недетский настрой девятилетних хоккеистов был виден с первых минут матча. Установка тренера, атака, гол. Все четко, быстро и очень зрелищно. Старт дан. Турнир будет продолжаться все выходные в спортивно-культурном комплексе «Союз». В воскресенье 14 февраля, там же в Ледовом дворце в 13.45 состоится торжественное закрытие и награждение победителей, призеров и лучших игроков турнира. Анна Литвинова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские единоборцы стали вице-чемпионами открытого первенства города Сызрани под Хэквандо ВТФ. Серебряные медали завоевала наша команда, а в личном первенстве тхэквандисты из Заречного взяли два золота и две бронзы. С подробностями Ксения Тризна. На открытом первенстве под Хэквандо в Сызрани Артему Сысоеву, Егору Матвееву и Андрею Андрюшову пришлось выступать командой. Старшие участники состязались по принципу стенка на стенку. Ребятам нужно было выстоять три раунда. В первом борцов распределяют по парам, в зависимости от веса. Самый легкий участник первой команды выходит против самого легкого соперника из другой команды. Второй раунд идет смена спортсменов по желанию, по требованию тренера команды, но на определенных условиях. После трех атак только можно смену произвести. И в этом случае получается, что спортсмены разного веса, тем не менее, работают между собой. Здесь многое зависит от тренера. Именно он должен принять верное решение и грамотно распределить своих спортсменов, максимально сберечь их силы. Артем Сысоев выступал в самой маленькой весовой категории. Например, я встану каким-то стяжом, и он на меня попрет, зарабатывать баллы будет. Но моя задача была выстоять бои, не пропустить баллы. Для меня они показались тяжелыми, так как я в своей команде больше всех бился, отбивался за них второй-третий раунд, из-за того, что я был самый тяжелый. В итоге зареченским спортсменам удалось завоевать второе место. Наша команда уступила только тхаквандистам из Тольятти. Поединки состоялись 6 февраля, в день гибели Сергея Кляузова, воспитанника Центра «Юность», участника боевых действий в Афганистане. Его памяти спортсмены и посвятили свой результат. Завоевать медали удалось и младшим воспитанникам секции тхаквандо. Иван Запивалов провел три поединка в своем весе. Финал с вами был самый сложный, самый напряженный, и первый бой тоже. Я чуть не проиграла по кинго, у меня было 9 кинго. Если набираешь 10 кинго, то все, проигрываешь. С загадочным и непонятным словом кинго в тхаквандо называют мелкие нарушения правил. Несмотря ни на что, Ивану удалось справиться со всеми соперниками и стать победителем соревнований. Подняться на высшую ступень пьедестала смог и Никита Ченцов. С тремя соперниками ему удалось справиться без проблем. Зато в финале нашего спортсмена ждал сложный противник. Когда на него фиктовка идешь, он снизу мог бить ногами и так мог зарабатывать много очков. И у него он мог хорошо делать вертушки резко. Но у него были недостатки, когда он вертушки делал, он потом сразу немного растерялся и тогда мог спокойно баллы зарабатывать. Среди младших воспитанников призовые места заняли также Даниил Гусев и Андрей Лазарев. Обоим спортсменам удалось завоевать бронзовые медали открытого первенства в Сызрани. Ксения Тризна, Светлана Гордеева, телерадио, компания «Заречный». В ближайшее воскресенье, 14 февраля, в Заречном пройдет городской этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Заявки на участие нужно подать в детско-юношеской спортивной школе под трибунном помещении на центральном стадионе. Сделать это можно будет и в день соревнований. Регистрация участников начнется в 10 часов утра. Обращаю внимание автовладельцев и пассажиров общественного транспорта. В связи с проведением массовой лыжной гонки будет временно ограничено движение автотранспорта на улице Ахунской от пересечения с Ленина до перекрестка с Озерской и на улице Светлой от пересечения с Зеленой до перекрестка с Ахунской. Также с 7 до 15 часов будет изменено движение автобусов на маршруте номер 1, 132 квартал, 18 микрорайон. При отправлении от остановки 18 микрорайон автобусы будут следовать по проспекту 30-летия Победы без заезда на улицы Озерская, Ахунская и Светлая. Продолжим выпуск после короткой рекламы. Не переключайтесь. Такого не было и больше не будет. Весь февраль. Во всех домах. Евроотделка от застройщика в подарок. Звони 26 27 08. Мама, ну когда ты будешь себя беречь? Меня бережет мой алмак. Он заводится моей спине и составах. Внимание! Выгодная цена на алмак. Только до 20 февраля в аптеках Фармтрейд, Центральной аптеке и аптеке на Ленина 58А. Большой выбор офисных и компьютерных кресел в Прайме. От кресел руководителей до детских. От 990 рублей. Любая цветовая гамма. Торговый центр Дубрава. Второй этаж. Впервые и только на два дня. Грандиозная распродажа шуб. Норка 69 тысяч. Каракуль 46 тысяч. Мутон 15 тысяч рублей. 12 и 13 февраля. ТЦ Дубрава. День всех влюбленных. Прекрасный повод в очередной раз признаться своей половинке в любви и подарить частичку своего сердца. А романтический ужин в центре семейного отдыха «Пингвин» в этот день станет приятным сюрпризом для вашего любимого человека. Предварительный заказ столиков по телефону. 65 44 73. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли. Концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Купить или продать квартиру? Узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант? Можно в одном месте. Зайди на «Город Зет». Сотни предложений. Вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на «Город Зет». Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях диджей, ведущий программ на радио «Заречный» Максим Палатов. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Максим, скажите, пожалуйста, вы уже сколько лет работаете на радио в «Заречном»? Работаю с 2009 года. Пришел сюда, будучи студентом. А что вас сюда привело? И какие-то были предпосылки к тому, чтобы стать радио-диджеем? Ну, вообще, начиная со школы, очень любил проводить различные линейки, концерты. Ну и в дальнейшем в институте, уже будучи студентом, участвовал в студенческих веснах, участвовал в КВН. Также вел различные программы. И когда услышал о том, что проходит кастинг, пришел пробоваться. Потому что мне это было на тот момент интересно и интересно сейчас. Максим, а в чем специфика радиенных СМИ? Почему радио, да? Почему, например, не пойти было, я не знаю, там, во фрилансеры проводить всевозможные корпоративы? Почему не пойти газета, интернет, вещание, телевидение? Почему радио? Ну, во-первых, работа на радио, она динамичная. Она всегда разная. Мы общаемся с нашими радиослушателями в прямом эфире. Зачитываем их поздравления. Выполняем музыкальные заявки. Они нас благодарят за это. Это очень приятно. Мы родное радио оперативные. Как только появляется информация, мы тут же выдаем ее для наших слушателей. Вот, собственно, этим мне и нравится работа. То, что она живая, она всегда, каждый день разная. Она динамичная. Максим, ну, вот понимаете, специфика радио такова, что все знают ваш голос. Но мало кто знает вас в лицо. Вот никогда не было обидно, что хотелось бы, чтобы узнавали на улице. А узнают только голос. Почему узнавали в магазинах по голосу и спрашивали. Вы диджей на родном радио? Да, диджей на родном радио. То есть, ну, а так, на самом деле, я этим вопросом не заморачивался. Не узнают и не узнают. В принципе, я ничего страшного в этом не вижу. Максим, как вы считаете, радио, много ведь разговоров ведется и будет вестись еще на протяжении многих лет, что СМИ все постепенно уйдут в интернет. То есть, будет интернет-трансляция радио, будет интернет-трансляция телевидения, будет там интернет-трансляция телеспектаклей, постановок каких-то театральных. И что все остальные виды искусства и виды СМИ, они постепенно уйдут в интернет и не будет эфирного радио. Вот вы согласны с такой точкой зрения? Ну, на самом деле, как оно будет, я сказать не могу. В любом случае, технологии не стоят на месте. Появляется всегда что-то новое. Так же, как появляются электронные книги. Но это не значит, что печатные книги люди перестали читать совсем. Мы вещаем на волне 103.3 FM, люди нас слушают, люди нам благодарны, мы работаем для них. Как будет дальше, покажет время. Максим, скажите, пожалуйста, вот вы еще являетесь автором и ведущим программы «Все о спорте» на радио Заречной. Почему именно эта программа? Ну, вообще, я с детства занимаюсь сам спортом. Начинал играть в футбол еще в школе. Ну, и всегда следил за спортивными событиями. И когда предоставилась возможность взять один из проектов, выбрал именно спорт. И не жалею, нисколько очень интересно. Спасибо всем спортсменам, всем тренерам нашего города, да и не только нашего города, за то, что с удовольствием с нами сотрудничают, звонят, передают свежую информацию. Мы оперативно ее передаем для наших радиослушателей. Это, ну, еще раз повторюсь, это динамика. Ты всегда в курсе событий, общаешься с людьми. Это здорово. Максим, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что, да, и в магазинах по голосу узнают, и слышатся вы нашу волну. На ваш взгляд, в чем фишка нашего городского радио, родного радио, радио Заречной? Вот в чем его особенности, отличие от всех остальных конкурентов, скажем так, на радийном мези-рынке? Ну, отличие в том, что мы не зря называемся родным радио. Мы здесь, мы рядом, всегда в курсе городских событий, всегда в курсе событий региона и страны. Рассказываем информацию по мере ее поступления качественно и доступно. Ну и, конечно же, радуем наших слушателей любимой музыкой, которую они всегда могут заказывать сами. Мы с удовольствием выполняем музыкальные заявки, наши средства связи работают, и в течение всего дня мы выполняем музыкальные просьбы, передаем приветы. То есть это такое домашнее радио? Домашнее радио, да. Мы здесь, рядом, рядом с нашим слушателем. Максим, а чего бы вам хотелось в дальнейшем? Что-то, какие-то проекты рождаются в голове у вас, какие-то нереализованные пока еще задумки какие-то? Или что-то, может быть, в самом формате нашего родного радио вы планируете каким-то образом что-то новое привнести? Есть какие-то, скажем так, планы, мечты, желания? Ну это, я думаю, у всех есть мечты и планы, и желания. Мы не стоим на месте. Родное радио развивается, идет только вперед. И планов, на самом деле, большое количество. По проекту «Все о спорте», по поздравительной программе, конечно, мы стремимся только вперед. И планы, которые у нас сейчас есть, они находятся в стадии разработки, они будут обсуждаться. И по мере возможности мы их обязательно будем реализовывать всем нашим дружным коллективам. Максим, а удается легко совмещать жизнь обычную с радиожизнью? Я имею в виду, у вас же и увлечение спортом вы играете в хоккей. Дом, семья, работа. Удается ли все это совмещать каким-то образом и не мешает ли одно другому? Да, ну нет, не мешает. Как и все, мы работаем, вечером отдыхаем, выходные отдыхаем. То есть, получается так, что важно уметь где-то отвлечься, отдохнуть. Нельзя быть все время в работе 24 часа в напряжении. Это неправильно, я считаю. Поэтому, как и все люди, мы отдыхаем и расслабляемся. Максим, а какая музыка, самая любимая композиция, самая любимая группа или самый любимый жанр, стиль музыки у вас лично? Что вы предпочитаете слушать, кроме радиозаречной? Ну, сейчас на самом деле я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Да, раньше были какие-то предпочтения. Сейчас я слушаю абсолютно всю музыку, если она мне по душе, если она попадает под настроение, так скажем. Любую, абсолютно. Максим, скажите, пожалуйста, вы сказали в начале нашей беседы, что вы пришли на радио. Вы были уже подготовленным радиодильжеем, ведущим программ, автором программ. Или вы где-то учились, получали специальное образование, или, может быть, кто-то помогал. Как вы приобрели профессию? На самом деле я перенимал опыт, многому учился. Здесь стоит сказать, конечно, огромное спасибо всему нашему дружному коллективу. В первую очередь главному редактору Татьяне Александровне Чекиткиной, музыкальному редактору Дмитрию Самсонову, редактору программ Оксане Кондрашовой. Всему коллективу, от всех я как бы старался и стараюсь набираться только хорошим вещам, как бы, да, и стараюсь не стоять на месте в плане развития, двигаться вперед. И в этом, конечно, мне очень помогают мои коллеги. Ну что ж, на такой позитивной ноте мы заканчиваем нашу встречу. Я поздравляю вас и в вашем лице всех ваших коллег с Международным Днем Радио. Это еще один первый пока в году ваш профессиональный праздник. 7 мая мы отметим уже наш Российский День Радио. И тогда мы снова поздравим вас с удовольствием наших коллег с вашим профессиональным праздником. Спасибо, всего вам самого доброго, удачи и процветания нашему родному радио. Спасибо. Это все, о чем успел рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего доброго. До встречи на канале Заречный и удачных вам выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!